В мире за сутки регистрируется более 600 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Беларуси статистика неутешительно бьет новые рекорды. Наша система здравоохранения уже не раз доказывала свой высокий уровень и эффективность. С первой волной справились достойно. Сегодня медики продолжают трудиться в авральном режиме. На данный момент проблем с наличием средств индивидуальной защиты и медикаментов нет. Поликлиники Солигорской ЦРБ продолжают оказывать плановую помощь больным с разделением потоков. Для недопущения распространения инфекции рядом с больницами в Солигорске и Старобине появились специальные палатки. Теперь у ожидающих пациентов, которые приходят для сдачи анализов теста на COVID или консультации, через кабинеты для температурящих есть возможность расположиться в них. А вот плановая помощь в стационаре, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в чистые зоны приостановлена. Хирургические отделения сегодня оказывают только экстренную медицинскую помощь. Терапевтические отделения тоже оказывают только помощь в случае, когда пациент совершенно никак не может быть амбулаторно оставлен. Под инфекционку в центральной районной больнице перепрофилированы два корпуса. Старобинская больница открыта после капремонта и инфекционное отделение на 40 коек. Лечение строго по протоколам, в них периодически вносятся какие-то изменения. На сегодняшний день этого количества мест в стационаре достаточно для тех пациентов, которые нуждаются именно в госпитализации. Госпитализация пациентов проводится по строгим показаниям. Пациенты с легкой, бессимптомной формой, пациенты с средней тяжестью, пневмониями могут и должны находиться дома и лечиться дома. Государство не только обеспечивает медиков всем необходимым в борьбе с коронавирусом, но и поддерживает врачей материально дополнительными денежными выплатами. Их регламентирует указ главы государства о материальном стимулировании работников здравоохранения. Врачи, которые работают непосредственно в инфекционном корпусе, они получают доплату по 131 указу президента. Этот указ не изменялся, он как был, так и остался для всех работающих медицинских работников. Это и врачи, и медсестры, и санитарки, и лифтеры. Это все, кто задействован в инфекционном корпусе. Кроме того, эту доплату в соответствии с проведенным временем с пациентами с ковидом получают и врачи поликлиник, и врачи узких специальностей, которые приходят на консультации в инфекционный корпус. И рентгенологи, кто контактирует, все, кто контактирует с пациентами с подтвержденным диагнозом ковида.